...таких пациентов, сейчас моя презентация, наверное, даже появится, да, она появилась. Ну, начну с того, что, конечно, мы все знаем, да, что в музыке нет ничего особенного, надо просто правильно ударять по клавишам, правильное время, и инструмент играет сам. Также и опухоли с микросателитной нестабильностью, надо просто ее найти в опухоли, да, и тогда вот действительно то самое чудо, наверное, оно и случится. Ну, чуть больше напомню, уже Вячеслав Андреевич затронул это, что действительно репликация – это самый уязвимый момент в делении опухолевой клетки. У нас у всех происходят ошибки, но они у нас все исправляются при помощи комплекса репарации белков. Но если в этом комплексе происходят ошибки или происходит дефицит этих белков, то происходят, собственно говоря, то самые стойкие изменения последовательности аминокислот в ДНК, да, опухоль накапливает те самые мутации, она становится хорошо распознаваемой для иммунной системы, это горячая, это воспаленная опухоль, это действительно, поэтому чаще всего мы видим МСА и ХАИ у пациентов с местно распространенными опухолями, потому что иммунная система, видимо, сдерживает прогрессирование и развитие диссиминированных стадий. И, собственно говоря, конечно, мы все радуемся, когда найдем такого пациента, и, допустим, в каждом центре на сегодняшний день у нас есть возможность этих пациентов идентифицировать. Да, самый простой, самый общедоступный метод – это иммуногистохимический метод. Довольно просто. Определяем 4 белка, все они экспрессируются, значит, нету дефицита. Если происходит выпадение, значит, дефицит есть. Кто-то пользуется, допустим, методом ПЦР, кто-то пользуется, если это уже центр такой очень богатый, у них есть возможность использования НЖС, то это тоже методика для этого метода, она, безусловно, подходящая. Что мы знаем? Что на самом деле конкурентность этих методик, она довольно высока. Конечно, безусловно, у каждого метода определения есть свои ограничения. Для иммуногистохимического метода, конечно, и существует человеческий фактор, то есть это доктор глазами смотрит, ПЦР, да, более трудоемкий, но, тем не менее, опять-таки, если на потоке это поставлено, то это в целом выполняется довольно быстро. Но НЖС пока у нас дорогой и недоступный, но, тем не менее, конечно, этот метод тоже имеет свои преимущества. И, безусловно, все вы знаете этот слайд, да, как только мы узнали, что у нас есть такой подтип опухоли, гипермутированных, воспаленных, мы узнали, что, наконец-таки, для них нашлось лечение, что этих пациентов, да, как Иосиф Андреевич хотел вылечить, можно уже, наверное, почти вылечить. И, действительно, в 2017 году ускоренное одобрение, да, пембролизумаб, как агностическая микросолитная нестабильность, выступает как агностический маркер. Независимо от того, где находится эта опухоль, если мы выявляем ИСАЙХАЙ во второй линии пембролизумаб, прошло какое-то время, накопился опыт, и в 2023 году FDA дает уже окончательное одобрение, да, а это, на самом деле, дорогого стоит, потому что вы знаете, что очень многие препараты, которые по ускоренной программе регистрируются, потом отзываются, да, а в этом случае, безусловно, конечно, на базе, в основном, да, вот этих двух исследований, где и колоректальный рак, и неколоректальный рак включался, безусловно, микросолитная нестабильность стал прогностическим биомаркером, независимо от того, где локализуется эта солидная опухоль, и альтернативы иммунотерапии более эффективны на сегодняшний день, нет. Это отражается в наших рекомендациях, безусловно, с 2020 года для второй линии, независимо от того, где находится опухоль. Безусловно, бум исследований с иммунотерапией, мы знаем очень много молекул, которых у нас на сегодняшний день даже и нет, да, в нашей практике, мы знаем, что у наших китайских коллег много молекул. Все они исследуют, все они исследуют опухоль СМСА и ХАЙ, и везде мы видим примерно одинаковые результаты, высокую частоту объективных ответов. Безусловно, иммунотерапия стала продвигаться и в ранней линии. В колоректальном раке, все вы знаете, исследования с пембролизумабом в первой линии терапии, когда первые результаты показали времени до прогрессирования, но, наверное, такое расхождение графиков мы редко видим в какой-то другой локализации. Транслируется ли это в общей выживаемости? Да, здесь расхождение кривых не такое заметное, не такое впечатляющее, но надо понимать, что в этом исследовании 60% пациентов во второй линии получали пембролизумаб. То есть кривая подтянулась за счет кроссовера, безусловно, эта опция эффективна. Если пациент уж не получил в первой линии, то во второй линии, конечно, он должен ее получить. И это опять-таки отразилось в наших рекомендациях. На сегодняшний день для колоректального рака мы имеем возможность использовать моноиммунотерапию или комбинированную иммунотерапию в качестве первой линии для пациентов с МСА и ХАЙ. Все мы думаем о том, что это редкие пациенты. Их мало, это довольно редкий маркер. Все мы знаем, что они встречаются наиболее часто при трех локализациях. Но на самом деле, если искать таких пациентов, а мы тоже с 2019 года, как Вячеслав Андреевич, ищем этих пациентов. И с 2019 года в нашем центре уже накопился опыт более 100 пациентов. Да, часть из них это тело матки, где наиболее частая встречаемость. Но это и рак желудка, и колоректальный рак, больше 30 пациентов. На сегодняшний день мы уже имеем в своем арсенале, мы за ними наблюдаем, мы их анализируем. Если мы возьмем подгруппу пациентов с колоректальным раком, да, что мы видим? Какие особенности у этих опухолей? В том, что, да, 60% в правый фланг. Это мы, в принципе, и знали. У 30% первично множественные опухоли, да. Это часто личный синдром, это часто, да, генетическое нарушение, которое приводит к возникновению других опухолей. Муцинозные опухоли, да, мы раньше говорили о том, что муцинозные опухоли, вот здесь она исчезает. Можно искать микросателитную нестабильность, но нет, лишь у 15%. Да, 80% это практически местно распространенные опухоли. То есть это опухоли, которые еще не успели реализовать свой метастатический потенциал. Что мы еще заметили? Что это пациенты, как правило, очень осложненные. У них действительно воспаленные, горячие, активные опухоли. Они, как правило, все идут через какие-то переоперационные осложнения, осложнения заболеваний. Их так, в принципе, можно даже в клинике и узнать. Если мы представим пациентов с колоректальным раком, что они у нас получали, да, из 33 пациентов, только лишь 4 пациента получили одно хирургическое вмешательство. То есть это такие ранние стадии, которые не требовали в последующем назначения адювантной терапии. 29 пациентов получали лекарственную терапию. Из них 16 человек – это пациентов, которые получали лекарственную терапию в рамках либо адювантной, либо консолидирующей терапии после химиоучевой терапии. Ну и что мы заметили, да, что больше 50% пациентов прогрессируют на фоне химиотерапии. Да, невозможно, химия нечувствительна. И их вот этот вот подтип воспаленной опухоли все равно приводит их к прогрессированию. Лечебную химиотерапию, а в 19-м году у нас первой линии не было регистрации иммунотерапии, мы этим пациентам получали химиотерапию. И мы видим, что у 3 пациентов была прогрессия заболевания, а у 3 пациентов прогрессия заболевания пока не случилась. Ну и, конечно, иммунотерапию у нас получали 17 пациентов. Они получали их как в первой, так и в последующих линиях лечения. На сегодняшний день у нас у 2 пациентов зарегистрировано прогрессирование. Кто эти 2 пациента? На самом деле, это тоже не такие простые пациенты. Один пациент, это которому в другом центре назначена в качестве первой линии терапии антипидель-ван терапия. И этот пациент запрогрессировал с поражением головного мозга. И на самом деле, это стоит вопрос о том, что можем ли мы так легко взаимозаменять препараты антипиди на антипидель-ван. Наверное, в случае с опухолями, которые очень чувствительны, наверное, нам нужно чуть больше данных. У этого пациента, к сожалению, произошло прогрессирование. А второй пациент просто, к сожалению, не успел реализовать свой эффект. Там назначенная иммунотерапия была в позднюю линию. И из-за такого большого опухолевого нагрузки, такого выраженного течения осложненного заболевания, мы не успели дождаться ответа. Пациент погиб раньше, чем реализовался эффект. У всех остальных мы достигли либо частичного, либо даже полного ответа. Чуть позже покажу. Поэтому, конечно, этот подход работает. Мы в своей клинике определяем МСА методом иммуногистохимического исследования. Что мы увидели? Что у наших пациентов у большинства классическое выпадение двух белков. В МС-2 и МЛН-1. Вячеслав Андреевич тоже это показывал. Да, есть пациенты, у которых белки выпадают не попарно, а выпадает только один белок. И эти пациенты, конечно, требуют дополнительного внимания доктора. Потому что все мы знаем, что эти белки димеры, они выпадают попарно. И надо быть точным, уверенным, что вы имеете дело с МСА и ХАЙ. И, допустим, если у нас выпадает иммуногистохимический у пациента только лишь один МСА-белок, мы обязательно подтверждаем ПЦР-методом, что у пациента имеется микросателитная нестабильность. Поэтому тут, на самом деле, тоже надо не торопиться, а читать отчет, который вам дают морфологи перед тем, как пациенту предлагать сразу же об фронт эффективное для него иммунотерапевтическое лечение. Ну и несколько клинических случаев. Вот такие довольно типичные случаи. Вот действительно, я уже об этом сказала, это часто осложненные опухоли. В 83-й год молодой человек поступает в стационар общегородской с клиникой острого живота. У пациента интероперационно верифицируется рак слепой кишки. Доктора не могут удалить эту опухоль осложненную. Накладывается обходной или он трансфер за настомоз. Опять госпитализация острый живот. Опять нагноение раны. При компьютерной томографии видят абсцесс, вещевой ход. Ну и уже ничего не остается делать. Как выполнить пациенту все-таки расширенную правостороннюю гимиколоктомию? Мы видим, что это распространенный опухоль. Это 4Н1М0. Это тоже 2020 год. Мы в адювантной терапии на сегодняшний день при такой стадии не имеем регистрации иммунотерапии. Пациент получал у нас химиотерапию. У него была выявлена микросателитная нестабильность. И после 6 циклов адювантной химиотерапии у пациента снова появляются признаки динамической кишечной непроходимости. При обследовании мы видим через 6 месяцев всего быстрый рост рецидивной опухоли. Мы уже знаем, что у этого пациента есть биологический маркер эффективной иммунотерапии. Мы ему назначаем иммунотерапию. И при первом же обследовании, и при первом же, собственно говоря, приходе на второй цикл, разрешается кишечная непроходимость. У пациента прекрасный ответ на иммунотерапию. Он завершил все свои плановые 35 введений. И на сегодняшний день наблюдается без признаков прогрессирования с рентгенологическими данными полного клинического ответа. Другой, такой же молодой пациент, 34 года, попадает тоже в дежурный стационар с анемией 60 грамм на литр гемоглобин. У него верифицируется опять большая опухоль в правом фланге, 11 сантиметр, вовлекающая ободочную кишку, петли тонкой кишки. Ему выполняется тоже расширенная гемиколоктомия. У этого пациента тоже случается перитонит, осложнение, повторные операции, ушивание. То есть он довольно длительное время проводит стационарий. И когда приходит к нам на адювантную терапию, мы увидим у него уже множественные очаги в печени. Ну это 20-й год опять, да, мы ему предлагаем химиотерапию. Он получает 12 циклов, даже с ответом частичный ответ, частичный регресс. Но все хорошее заканчивается. У пациента прогрессирование с появлением паравертебрального образования, с появлением образования вдоль крыла подвздошной мышцы, с выраженным болевым синдромом. Пациент получил наркотические анальгетики с выраженным ухудшением ЭКОК-статуса за счет болевого синдрома. Мы знаем о том, что у пациента есть микросателитная нестабильность. Мы назначаем ему, безусловно, во вторую линию иммунотерапию. И опять видим, Ильич Сафан Андреевич это уже сказал тоже, что очень быстрый ответ. Буквально на третьем цикле уже отказ от фентанила. Естественно, при первом обследовании мы видим частичный регресс заболевания. Пациент на сегодняшний день получает полтора года уже иммунотерапию, прекрасно себя чувствует, нежелательных явлений у него нет. И вот его данные компьютерной томографии. В сравнении, конечно, видно такой хороший ответ, такой быстрый регресс опухоли, близкий к полному ответу. Кроме метастатических опухолей, у нас сейчас уже встречаются пациенты с местно распространенными опухолями прямой кишки. Все вы знаете, в прошлом году было исследование с участием препарата Дустролюмав, который при верификации местно распространенного рака прямой кишки вместо химиолучевой терапии пациенты получали иммунотерапию. И у всех 14 пациентов был полный ответ заболевания. Ну вот наш пациент, тоже молодой пациент, у которого был диагностирован рак прямой кишки СИТ-4Н2, то есть опухоль, которая неудалима первым этапом. Пациенту была рекомендована химиолучевая терапия, он ее начал, прервал один раз на фоне кишечной непроходимости, сформирована колостома, продолжили, прервали второй раз, потому что у пациента гидронефрост на рост поставили нефростому. И когда уже завершили химиолучевую терапию, мы увидели, что, к сожалению, по МРТ опухоль имеет признаки нерезиктабельности в объеме Р0, сохраняется и положительный циркулярный край, и признаки инвазии. Пациенту требуется какая-то консолидирующая терапия, и она ему назначается, это 22-й год, мы знаем, что уже у нас есть такая опция, и мы его тестируем на микросателитную нестабильность, пока он получает консолидирующую терапию. На самом деле на консолидирующую терапию мы с ним очень сильно мучаемся, потому что у него парапрокситы, нефростома, астения, лихорадки, тромбоцитопения. И вот мы получаем результат, у него падает один белок по иммуногистохимии, мы подтверждаем при помощи NGS наличие мутации MSH2 и назначаем пациенту иммунотерапию. Вот сегодня с работы я приехала на этот доклад, я его видела в коридоре. Это счастливый, довольный молодой человек, у которого прошли парапрокситы, нет теперь на сегодняшний день ни лихорадки, ни болевого синдрома, у него абсолютно хорошие анализы крови, он работает, получает иммунотерапию с прекрасным ответом. В следующий клинический случай, здесь я уже привлекла искусственный интеллект, помимо реального интеллекта в зале, довольно молодой мужчина, 62 года, обструктивная резекция левой половины ободочной кишки на фоне кишечной непроходимости, у пациента верифицирован рак селезеночного изгиба ободочной кишки T3NXM0. Опять-таки, пациент, не успев дойти до дивантной терапии, уже появляется в поддиафрагальном пространстве власти селезенки инфильтрат. С эпизодами лихорадки он поступает, ему даже пытаются этот инфильтрат дренировать, не получается. Пока делают контрольное обследование, он направляется в онкологическое учреждение, назначается молекулярное тестирование. Мы видим у пациента признаки микросателитной нестабильности. Ну, и видим вот такой вот инфильтрат брюшной полости. Наши смотрят хирурги его, естественно, этот инфильтрат вовлекает петли кишки, дистально отдела желудка, поджелудочную железу. Хирургическое лечение в объеме R0 невозможно. У пациента ЭКОК-2, но у пациента есть микросателитная нестабильность, и мы назначаем ему иммунотерапию. И что мы видим? Что на фоне иммунотерапии, безусловно, и клиническое улучшение, и рентгенологическое улучшение. Мы видим частичный прогресс заболевания, вы видите его на снимках. Дальше возникает вопрос, что делать с этим пациентом? Вот с такой вот рентгенологической картиной частичного ответа. Ну, и мы задаем себе вопрос, задаем вопрос нашему мультидисциплинарному консилиуму, что нам делать дальше. Продолжить ему иммунотерапию до 35 циклов, возможно, предложить ему хирургическое вмешательство. Возможно, нужно сделать биопсию образования для подтверждения его полного ответа и вообще больного наблюдать. Возможно, вы предложите какую-то другую тактику. Ну, наверное, сначала мы голосуем в зале, да, традиционно. Кто бы предложил такому пациенту, у которого, в принципе, на сегодняшний момент клинические проявления болезни нет. У пациента есть, вы видите, да, рентгенологически сохраняется образование в поддеформальном пространстве. Там присутствуют полости жидкости, даже с пузырьками газа. Но 15 введений у нас еще есть резерв для продолжения иммунотерапии. Итак, первый стол реагирует за, господи, голосует за биопсию образования и дальнейшее наблюдение. Таких ответов у нас даже три получилось, да. Я вот не вижу, да, и два ответа, то есть мнение экспертов, продолжить иммунотерапию. Ну, такая-такая тактика возможна. Ну, естественно, мы загружаем этот вопрос в чат, да, предлагаем ему такие вот опции. Конечно, нам отвечают, что данная тактика зависит от нескольких факторов, что каждый случай рака уникален, что необходимо обратиться к онкологу, а здесь почему-то не влезло у меня его полный ответ. Ну, ответ чата А. Продолжить иммунотерапию. Правильный ответ. Продолжить иммунотерапию. То есть два стола из зала так бы и поступили, продолжили иммунотерапию. Что сделали мы, да? Ну, на самом деле, когда мы показывали эти снимки нашим... Простите, пожалуйста, сейчас я просто хочу снимочки вернуть. У меня не получается. Потому что... А можно мне вернуть обратно? У меня просто одна только кнопка. У нас... А, все, извините, обратная кнопка тоже есть. На самом деле, когда мы показывали снимки нашим хирургам, и у нас на мультисторон-консилиуме каждый больной докладывается, да, наши хирурги обратили внимание, что у пациента сохраняются признаки хронического абсцесса в брюшной полости. Вот эти вот полости распада, в них есть пузырьки газа, и даже один из хирургов предположил, а может, там полотенце оставили после операции. И поскольку изначально он был нерезектабелен, вот, на мультисторон-консилиуме смотрел наш заведующий, Юрий Васильевич Пилипас, довольно известный активный хирург, все-таки нашему пациенту, еще с учетом того, что он очень хотел восстановить непрерывность кишки, у него была обструктивная резекция колостома, ему было предложено хирургическое лечение, для того, чтобы, во-первых, убрать этот очаг хронического воспаления с полости распада пузырьков газа, да, и хронического абсцесса. И наши хирурги это сделали, и в удаленной ткани, мы вместе с морфологами ее прицельно смотрели, да, весь этот инфильтрат был замещен лимфоидным инфильтратом, и все данные патоморфологические были расценены как признаки полного лечебного патоморфоза. Таким образом, на сегодняшний день у нас пациент восстановил непрерывность кишки, на сегодняшний день он завершил свое лечение, и сейчас у нас наблюдается без признаков прогрессирования. Спасибо большое за внимание, я исчерпала свое время, но я знала, что Вячеслав Андреевич будет рассказывать про желудок, поэтому пациентов с MSI-хайраком желудка и теломатки мы можем оставить на следующую нашу встречу. Спасибо большое за внимание. Спасибо.